Теперь давайте посмотрим, как такой метод обонимает на случай эллипса. У нас есть эллипс, у эллипсов есть пау-молоса. Давайте посмотрим нам окружность наиболее лучшего воздвижения для точек эллипса. В каких точках эллипса эти окружности самые маленькие? Где эллипс наиболее закруглён? Там также, как будто и в каутиках. Пау-молоса вблизи к вышиву Пау-молоса. А какие ещё есть точки? Какие ещё есть выделенные точки на эллипсе? Какие ещё есть выделенные точки на эллипсе? Это наиболее плоские точки. Значит, вот эти точки наиболее выпуклые, наиболее выпуклые точки соответствуют окружности наименьшего разницы. А это наиболее плоские точки. И для этих наиболее плоских точек позже наша паустика становится особой. Лук, лук, лук. Вот как уделенные талустика. Вот как уделенные талустика. Скорее всего. Значит, она обладает свойством устойчивости. Постойчивости. Что это означает? Голостика отружности представляет собой одну точку. Мы с вами видели, что если отружность излучает, все лучи используются в центре. Голостика отружности это центральная точка. Если мы наступим на окружность, то эта точка распадается, она превращается в такую фигуру, в маленькую фигуру, в такую линию. Но если мы будем немножко сжимать этот элипс как-нибудь, то мы будем искривлять, и сильнее будет при этом менять. Берем овал. Тогда каустика овала, каустика овала, у нее все равно такой формы, она может стать пингой, она может заткнуться. У нее все равно будет четыре такие буквы. Четыре точки возглав. Ничем другим она стать не может. Для того, чтобы каустика поменяла свой внешний вид, мы должны довольно сильнее спросить. Делимся. Хорошо. А скажите мне, пожалуйста, вот мы взяли одну точку, где в каустике центр окружности наилучшего приближения в этой точке. Это верхняя точка. В этой точке соответственно верхняя точка. Для этого случая радиус максимальный. Эта точка максимально удаленная. наилучшего приближения в этой точке. Она может выйти за пределы. Она может выйти за пределы. Если у нас верится очень нитимый, чтобы каустика может... Ну так же, как точка пересечения высоты треугольника, он будет лежать в верхней треугольнике. Точно так же каустика может пересекать саму треугольник. Но все равно она в этой точке не допустится. Давайте я, пожалуй, напишу уравнение каустика. Но оставлю его вам в качестве упражнения. При получении удовольствия мы увидим его равном. Эликс у нас имеет вид экспедиции на квадрате. Если у нас квадрата, если у нас квадрата она умерится. Каустика имеет вид экспедиции на квадрате. Она умерется. Но вместо квадрата здесь стоят числа предвестиций. Это самое число предвестиций Мы обеспечиваем точку возврата, которая является полукубической параболой. Это точка вверх. Это точка вверх. Наша вивая является полукубической параболой. Сейчас надо смотреть. Нет, там коэффициент еще. Там еще коэффициент. Еще коэффициент какой-то.